Всем привет! Меня зовут Евгения и сегодня я расскажу вам про очки виртуальной реальности VRBOX. Они появились в продаже относительно недавно, но уже успели завоевать настоящих поклонников. Давайте посмотрим, что же у них такого, оценим их плюсы и минусы. Ну, внешний вид у них, конечно, намного круче, чем у обычных каких-нибудь картонных или пластиковых очков. То есть их приятно держать в руке, они такие довольно стильные. И как подарок тоже, мне кажется, хороший вариант, потому что, ну, все-таки картонные очки, как подарок, это и вариант. Сделаны они из белого глянцевого и черного матового пластика. Хорошо то, что он глянцевый, потому что к нему не будет прилипать грязь и не будет оставаться царапин. Ремешки, ну, практически стандартные, такие же, как и у всех очков виртуальной реальности. Единственное, тут вместо липучек такие пластиковые бегунки. Кому-то это может показаться неудобным, кто особенно любит быстро настраивать. Ну, в принципе, если вы сами пользуетесь очками, а не все члены семьи, у которых разная голова, то это удобно. Один раз настроил и забыл. Вот эта белая штучка, это не для красоты, это затылочный фиксатор. Да, звучит как-то странно, но на самом деле это нужно для того, чтобы не было давления вот на эту область головы во время просмотра. Особенно во время долгого просмотра. Ну, а в области, которая соприкасается с вашим лицом, есть такая подушечка. Она сделана из эко-кожи, поролона и ткани. Мне кажется, что она несъемная, хотя, в принципе, если еще постараться, ее можно вытащить. Но лучше, наверное, протирать ее прямо на очках, потому что могут потом возникнуть какие-то проблемы с установкой. Если также еще говорить про дизайн очков, то мы видим здесь такие дырочки. Это, на самом деле, тоже не для красоты, а это вентиляция, чтобы телефон, который установлен внутри очков, не нагревался и не перестал работать. Далее на очках мы видим вот такие ползунки. Ну и как раз-таки перейдем к линзам, для чего они нужны. С помощью вот этих ползунков можно регулировать межлинзовое расстояние. Это делается вот этими штучками. И фокус. Причем самое хорошее в этих очках, то что тут фокус регулируется отдельно. Если у кого-то вдруг один глаз видит хуже другого, это очень удобно. Кстати, стоит отметить, что все это делать можно во время просмотра картинки. То есть есть более дешевые модели очков, в которых это нужно делать, когда ты смотришь картинку, потом понимаешь, что тебе неудобно, что ты настраиваешь, опять надеваешь очки. Тут такого нет. Кстати, не забывайте снимать вот эту вот защитную пленку. Не поступайте как с пультами от телевизоров. Это только будет хуже делать вашу картинку. Вот эта защитная пленка, она не нужна. Также, если еще говорить про линзы, то они акриловые, они очень высокого качества. И также производитель говорит, что они покрыты специальным нано-покрытием. Такое действительно покрытие существует. Оно защищает линзы от царапин, но все-таки надо к ним относиться все равно бережно, как к любой оптике. И, кстати, про оптику. Если вы носите очки и не любите линзы контактные, то вы можете с ними не расставаться при просмотре виртуальной реальности, потому что вот, как вы видите, абсолютно удобно. Я одела очки, и мне ничего не мешает, и никуда не давит. Это очень удобная опция для тех, у кого есть какие-то проблемы со зрением. Ну и посмотрим, куда же в этих очках крепится телефон. На самом деле все просто. Вот здесь вот есть такой рычажок, за него надо потянуть. И выезжает контейнер или каретка, многие по-разному ее называют, куда устанавливается смартфон. Здесь есть такая специальная пружинка, которая его держит. И, честно могу сказать, что вот эта каретка, она предназначена для смартфонов размером от 4 до 6 дюймов. Но, если ваш смартфон маленький, предположим, это айфон, который ниже пятого, он будет немножко проваливаться. Объясню почему. Вот эта каретка, она держит телефон только с одной стороны. То есть, если это большой телефон, он сразу отцентровался. Маленькие телефоны, например, вот такие, то они уже будут себя вести в этом контейнере немножко по-другому. То есть, он будет проваливаться. И таким образом картинка будет не по центру. Специально для этого в упаковке к очкам идет вот такая маленькая резиновая штучка. Многие думают, а это какая-то ерунда, ее надо выбросить, что это такое. На самом деле нет, это очень важный кусочек пластика, который можно вот сюда подложить, вот в эту область. Ну и вроде как он должен помогать нам отцентровывать телефон. Ну, честно скажу, что это не очень удобно. Поэтому данная модель VR-бокс все-таки рассчитана на большие смартфоны, которые удобно располагаются в контейнере, они куда не проваливаются и не падают. И с ними тоже можно использовать вот эту вот штучку, если вдруг кнопки нажимаются. Но такого, как правило, не происходит. Ну и далее мы берем вот этот вот контейнер или, как его еще называют, выездную деку и устанавливаем сюда. Очень просто абсолютно. Как в комод ящик. Далее надеваем очки и наслаждаемся виртуальной реальностью. Хочу еще сказать, что если, например, ваш смартфон очень толстый и жирный, то его экран может царапаться. Поэтому используйте с данными очками смартфон, который не очень все-таки ширина и толстенький. Также у этих очков есть окошко дополненной реальности. На первый взгляд кажется, что его нет, но на самом деле оно есть и оно находится вот здесь. Только с ним существует одна проблема. Открывать его довольно тяжело. Если у вас длинные ногти, то это будет проблематично. Поэтому. Я думаю, что это связано с тем, что когда ты только достаешь из коробки очки, они еще как бы новые, не разработанные. А со временем окошечко начинает вести себя более поклазисто. Его можно также установить обратно, а просто нажав. Ну и давайте, конечно, посмотрим, как работают эти очки в реале. Чтобы они заработали, нужно скачать определенное приложение на телефон. Если у вас смартфон с платформой Android, вам нужно зайти в Play Market и скачать приложение с пометкой VR, Google Cardboard или 360. Все то же самое нужно сделать и для айфонов, только в App Store. Я скачала такое приложение Lamper, и сейчас вы увидите, как оно будет работать в виртуальных очках. На всякий случай, еще раз показываю, как мы устанавливаем смартфон. Кладем его в контейнер, зажимаем кружинкой и устанавливаем в очки. Здесь в приложении у меня летает такая бешеная пчела, которая должна собирать мед, и она управляется моей головой. То есть, когда я навожу куда-то влево или вправо, пчела тоже летит влево или вправо. Я могу видеть все, что находится сверху, удариться башкой от потолок. Могу посмотреть, что внизу, тоже врезаться в пол. Ну и, в общем, интересная игрушка и действительно полное погружение в виртуальную реальность. То есть, видишь все, что вокруг тебя на 360 градусов. Чтобы играть в игры вместе с очками виртуальной реальности, можно также использовать джойстики. Они бывают разные, маленькие, большие, в виде автоматов, пистолетов. Ну, в общем, на любой вкус и цвет. Помимо игр, в этих очках вы можете смотреть и видео 360. Это всегда очень захватывающая картинка. Например, понырять вместе с акулами, покататься на скейте. Ну и много всяких разных видео, которые вы можете также найти в Play Market или в App Store. Или на YouTube. Такая функция тоже есть. Вы заходите на YouTube, ищите там видео 360 или вир. Смартфон подключаете к YouTube, вставляете в очки и тоже наслаждаетесь картинкой. В целом, если суммировать все, что я сказала про вирбокс, можно сказать, что плюсов у них, конечно же, больше. Они прикольные на гид, будут хорошим подарком. Здесь удобно выезжает контейнер для телефона. Он не упадет, если, предположим, он очень тяжелый. Бывает такое, что если крышка на магните, тяжелые смартфоны вываливаются. Ну, здесь ему просто некуда вываливаться. Из минусов это окошко дополненной реальности. Чтобы его открыть, конечно, нужны определенные усилия и крепкие пальцы. Но, честно сказать, я редко пользуюсь приложениями с дополненной реальностью, поэтому для меня это не сильно большой минус. И еще я хотела вам сказать про инструкцию. Ее плюс в том, что в ней описано все, что можно делать с этими очками. Как играть, какие приложения скачивать, как подключать к компьютеру, как подключить телефон, какие телефоны подходят. В общем, информации здесь очень много. И что самое главное, она на русском, а не на китайском. Потому что можно найти в интернете какие-то китайские инструкции, но, скорее всего, что вы их не прочитаете. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно. С вами была я, Евгения. Погружайтесь в виртуальную реальность, не забывайте о реальной реальности. Всем пока!